Мы находимся на перекрестке улицы Чкалова и улицы генерала Растанбекова. Также можно еще сказать, что позади нас это будет 9 микрорайон, а справа, если идти вниз по улице Чкалова, вот справа, это будет 8 микрорайон. А видео у нас посвящено очистке снега в городе. Как известно, нам становится нынешним известно, что погода была переменчивая, частенько выпадал снег, но потом были оттепели и снег стаивал. И вот, наконец, мы встретили Новый год с обилием, в общем-то, снега. Повсюду в городе сугробы. И часто техника городская не успевает очищать проезжую часть и тротуары. Вот в газете, наша газета, была статья 8 января, о том, что на совещании глава города нашего, Аким города, потребовал от организаций, предприятий города и тех, кто ответственен за уборку снега, чтобы они активно занимались этой работой. Ну и, как видим, на этой улице эти требования выполняются. Сказал, что нужно, если есть необходимость, работать днем и ночью, обеспечить несколько смен. Также напомню, что крупный и средний бизнес должен сам чистить от снега свои территории и вывозить его. Ну а сейчас мы, напоминаю, находимся на улице Чкалова. Вот справа это 8 микрорайон, слева это 7 микрорайон. Ну а чуть дальше, вот, видим справа здание. Это, все, мы подойдем к нему, это магазин Березка. Можно сказать, Березка 2. Мы знаем, есть магазин Березка по улице Алтон-Сарин, или в прошлом, это была улица Калинина, или Ульянова даже. Ну вот здесь тоже Березка, магазин Березка. Ну и мы видим технику, которая очищает снег, и грузит его на большие, большегрузные автомобили. Таких автомобилей здесь немало, на этой улице. Вот мы сейчас видим магазин Березка 2. Напомню, Таше, что улица Чкалова сейчас имеет сквозной проезд через проспекта Бая. В общем, надо сказать, что у нас сейчас установилась такая погода, настоящая зимняя погода. с сугробами, морозами, метелью. На этом наш видео заканчивается. Спасибо за просмотр. Желаю всем крепкого здоровья, мира. До встречи на канале. Пишите комментарии. Если понравилось, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. До встречи на сайте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...